Привет, друзья! С вами Наталья Стародубцева. Я рада вас видеть вновь на своем канале. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о трендах парфюмерии. Чем же сейчас живет мир парфюма? Что у него появилось нового? Итак, давайте с вами рассмотрим. Как раз таки сейчас в парфюмерии самый главный тренд идет. Это наслаивание ароматов парфюмов. Вообще мир парфюмов это загадочный, очень загадочный, своеобразный мир. Потому что сочетание интересных ингредиентов рождает новые ароматы, которые нас захватывают, впечатляют, поднимают настроение, окутывают своей теплотой. Поэтому мир парфюмерии это действительно загадочный мир, потому что это мир композиций. Ну, скажем, мир нюхачей, как я их называю, с острым нюхом. Как они могут, эти люди, вдыхать определенные компоненты и уже в своей голове рождать тот или иной парфюм. Вообще это, конечно, фантастика, настоящая фантастика. Поэтому мне очень нравится мир парфюмерии. И сейчас тренд парфюмерии это наслаивание ароматов. Мы привыкли пользоваться просто, вот какая есть туалетная вода, да, вот она вышла. И мы ею пользуемся. Но сейчас вот мир захватывает как раз-таки наслаивание ароматов. И компания Reflame, она всегда в ногу идет со временем. Поэтому впервые в компании Reflame как раз созданы вот эти два компонента самодостаточные для наслаивания как раз-таки играть вот это в модный тренд. Это туалетная вода Sensational и спрей для дела Sensational. Что у них общего? У них общая композиция. Отличается только одной нотой. Тип аромата цветочный, фруктовый, древесный. В основе обеих композиций идет семена гуараны, пачули, в спреи идет яблоневый цвет, а в туалетной водичке отличие идет. Это солнечная роза. Именно вот основа композиции как раз-таки служит для смешивания вот этих двух ароматов, чтобы получился третий, ну, наш индивидуальный аромат, который можно носить, и ни у кого такого больше не будет. Вообще, если говорить о том, что, или ответить на вопрос о том, а можно ли смешивать разные туалетные водички, да, например, ну, как-то поиграть с какими-то вот из этих водичек, смешивая. В принципе, как говорят сами парфюмеры, это делать можно. Можно, но с большой осторожностью, потому что, если, например, ноты ванили и цитруса, они идеальны для смешивания, можно с ними поиграться, то цветочные ноты, с ними нужно быть осторожнее. И, опять же-таки, если в парфюме сложная пирамида заложена, то лучше не трогать и ничего не экспериментировать, потому что тогда мы получим такую, знаете, ядовитую, гремучую смесь, от которой просто голова у нас заболит, и ничего хорошего мы от этого не получим. А так, в принципе, если есть желание почувствовать себя парфюмером, то можно поиграться, но не нанося на себя, а взять обычный лист бумаги и поиграться с листом, да, наслаивая, опять же, наслаивая от простого к сложному. То есть берем легкую композицию и слегка добавляем чуть-чуть другую в нее. В принципе, можно. Вот так почувствовать себя парфюмером. Но, чтобы не переборщить, да, у нас компания как раз-таки создала вот эти два аромата, которые идеальнейше подходят для смешивания. Просто идеально наслаиваются друг на друга, и получается третий индивидуальный аромат. Что здесь интересного? Флакончик такой современный, современный у него дизайн, овалообразный. Здесь у него как цепочка идет, переплетение, да, треугольничек. Модный такой флакончик выполнен, дизайн у него, я бы сказала, даже в технике амбре. То есть от темного плавный переход, видите, плавно она так растворяется, окрас, и совсем светлый такой розовенький. Крышечка у него темненькая, и здесь сам пульверизатор. Что мы делаем с вами? Раз мы наносим от легкого к сложному, значит берем спрей для тела, чтобы получилась наша с вами композиция. Мы берем спрей для тела и распрыскиваем облачко вокруг себя. Раз, два. Два нажатия делаем. Затем пока не ждем, пока он выветрится, берем туалетную водичку и опять же в это облачко взяли и поместились. И когда оба аромата смешиваются между собой, появляется третий новый аромат. Вот он такой, знаете, на мое ощущение, он слегка получается с такой горчинкой. А вообще мне очень нравится. Теплый такой уже осенний парфюм, который можно носить. Либо туалетную водичку отдельно, либо спреем можете пользоваться. Они теплые. Вот сейчас они смешались, и получилось, знаете, такой слегка сладковато-гарьковатый. Такое вот облачко такое горьковатое, но приятное. Для меня приятное. Я как бы не совсем люблю такие вот тяжелые ароматы, а вот этот с удовольствием ношу. Действительно, вот сейчас за окном уже осень, похолодало, и я с удовольствием пользуюсь вот этой туалетной водичкой. Когда мне нужно просто, я могу, вот если легкости хочу, то вот я беру спреем просто пользуюсь. А если хочу, чтобы подольше аромат сохранился со мной, да, в течение дня, то я беру туалетную водичку. Поэтому вот такой у меня получился обзор. Смешиваем ароматы, выбираем себе новый. Прекрасная основа для этого есть. Поиграйте, поносите, какой вам больше понравится. Напишите в комментариях, приобрели ли вы себе эту водичку, понравилась она, как она вам сейчас носит, носибельна она для вас. Как бы одеваете ее на себя. Мне очень понравилось, я с удовольствием пользуюсь. Я довольна, довольна, экспериментирую. Когда одной туалетной водичкой, когда просто спреем, а когда их вместе смешиваю, у меня получается абсолютно другой уже аромат. А у меня на сегодня все. Хорошего вам времени суток, хорошего дня. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, на колокольчик обязательно нажмите, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok